Привет! Сегодня немножко шумно здесь будет на улице. Короче, расскажу предысторию этого чемодана. Человек, который в прошлый раз продал мне объективы, проекционники, он выставил еще одну вещь на аукцион. Я, короче, наблюдал за ним. Ну и, в общем, цена практически, вот, копейки практически задаром. Фотка была такая, знаешь, что-то там такое внутри есть, а что, непонятно. Вот сейчас будем разбираться, сейчас будем открывать этот здоровенный чемодан. Сейчас подойдем поближе, чтобы было лучше видно. И, в общем, будем разбираться, что же там все-таки есть. О, наконец, штатив сработал. Все, стоим на всех трех. И вот у нас чемоданчик. Так, давай смотреть. Открываем. Так, хитро открывается. И, и, и открылся. Давай теперь посмотрим, что тут. Здесь просто вот такое вот состояние было, такое вот его, так сказать, внутренности. Что это вообще очень сложно. Меня, конечно, поразила вот эта надпись. Size icon. Но, как оказалось, к оптике это имеет весьма опосредованное значение. Это типа, ну, знаешь, когда еще лазерных указок не было, и были такие проекторы. Короче, к этим проекторам шла вот такая типа лазерная указка. Ну, короче, световой указатель. И когда слайды щелкали, вот этим световым указателем, короче, показывали. Не то, конечно, что я ожидал. Куча лампочек каких-то маленьких. Сколько тут вольт, ничего не написано. Вот. Это было, это первое, что попалось. И, кстати, вот этот переключатель слайдов для проекционников. То есть, проекционных аппаратов. То есть, это что-то связанное здесь все с проекционниками. Не знаю, человек занимался ремонтом, продажей, сервисом, обслуживанием. Сложно сказать. В общем, вот такого здесь очень много. Значит, первое, что у нас, чего у нас много, это провода и вот эти вот штучки. Короче, переключатели. Похоже, понимаешь, состояние не очень похоже. Просто расходный материал. Ломались они на раз. И вот их такой... О, слушай. А это у нас микрофон. Смотри, от старости все обсыпалось. Но микрофон... А, еще один. И тоже от старости обсыпался вот этот вот акустический... Как он называется? Акустическая... Короче, для шумоподавления штучка такая. Паралон акустический, вспомнил. Вот, дальше, дальше тоже. Дальше интересно. Вот такие штуки. Что это тут? Два светодиода, одна кнопка. И что она делает, эта штука? Совершенно непонятно. Сюда включается какая-то батарейка. Может быть, это, знаешь что? Может, это пульт дистанционного управления. Единственное объяснение, которое я могу дать. В общем, такой вот пультик. Сейчас все поменьше стало. Так, еще один микрофон. На этот раз Philips. Очень странное подключение. Но это Micric. Микрики это хорошо. Они, в принципе, мало изменились. И микрофоны тех времен, ну, конечно, не сравнятся с сегодняшними. Удлинитель. Причем на много-много-много-много пинов. Вот так вот. Короче, это, похоже, удлинитель для вот этих самых переключателей. Один. И вот второй. Короче, тоже такое. Такое себе нам не очень, не очень, не очень нужная вещь. Потихоньку вот разгребаемся, видишь. И вот тоже. Еще один, еще один переключатель. То есть, вот этих штук тут просто немерено. И они, похоже, сейчас никому не нужны. Вот тоже какая-то коробочка с какими-то разветвитель, кнопки. Ага, включено-выключено. Не знаю, похоже, вот эти вот разъемы на акустические. Сейчас бы вот вторую часть. Но все здесь, вот здесь, вот в большом мешке. И тут куча, куча провода, который непонятно куда идет. Так и оставим. Так, еще одна штучка ЦАЙС ИКОН. Опять вот этот вот разъем. И у нас регулятор чего-то. Чего-то эта штука регулирует. Чего пока непонятно. Может кому нужно, может кому и не нужно. В общем, кладем. Не знаем, что это. Дальше объективы. Объективы. Все это... О, норм состояния, смотри, а. Vario Talon MC 70-120. Причем, ты смотри какой. Он оказывается еще и... Зум этот не двигается, как обычно. Вполне себе. Внутреннее не мешает. Внутреннее, так сказать, зумирование не мешает ничему. Просветленный. Ну, интересно. Интересно. Посмотрим на него. Что он из себя представляет. Дальше. Вот такой объективчик. Тоже Talon. Цейсовский. 4.0-250. Вообще, конечно, это что-то такое. Надо его почистить будет. И, конечно, будет... Вполне возможно, что он что-то интересное нам покажет. Так. Давай их как-нибудь так. А тут еще что, смотри. Они вообще в упаковке. Смотри, они не распакованы. Что это такое? Что это? Там... Я вижу, вроде, еще такие же. Сейчас посмотрим. Эти я распаковывать не буду. Вот он. Тоже в упаковке. Ну, короче, мне кажется, это что-то у нас на 8-миллиметровую какую-то мелкую оптику. Потому что... Во! Нашел, нашел. Давай посмотрим. Тоже Talon. 45, 2.8. Цейсовский. Непонятно. Если это для проектора, то, в принципе, с 35-миллиметровой картинкой ему вообще не проблема должна быть. Но если нет... Странненькая штучка, короче. Смотри, там далеко-далеко линзы. Вроде все живо. Вроде все аккуратненько. В общем, эти не знаю. С этими надо разбираться. Что с них будет, понятия не имею. Так, дальше. Дальше еще один Talon. Икон. Цейсовский. 3.0.150. Ну, тут, конечно, вот там грибок. Видишь, поселился. Такие разводы. А, да. Жаль, жаль. Интересно, разбирается он. Фигушки. С клеем, похоже. Вот. Короче, короче. Будем чистить линзы. Сниму отдельное видео, если займусь этим. И посмотрим, что у нас получится. Кстати, интересно. Он должен разбираться. Другой вопрос. Насколько после этого он будет хорошо выглядеть. Потому что, если он склеен, придется применять грубую силу. А был в упаковке. Вот так вот. К цейсу. Цейс. Не очень там у вас было с пылью. Раз столько гриба может развиться в закрытых, так сказать, этих самых. Не знаю. Может, его вынимали раньше. Но хотелось бы. Хотелось бы. Да. Так. Супер талон. 2.8.60. Ну, тут вообще капец какой-то. Да, посмотри. Чистить не перечистить. Но только за... А, ну, передняя. Линза, короче, попробуем. Почистим. Внутри вроде... Внутренние линзы вроде живы. Поэтому есть смысл, наверное, попробовать его реанимировать. Чистить будем так, как я показывал. Кому интересно, видео есть, можем повторить. О, смотри. Огромное количество ламп. Лампы у нас... О, это проекционное, похоже. Так. Асрам. Короче, галогенка. 24 вольта, 150 ватт. А? Смотри-ка, как сделано. Какие чехольчики. Замечательно. С этим можно работать. Я не знаю, может, кому надо. Так, еще один микрик. Еще там микрики вижу. Кнопка. Большая красная кнопка. Что надо сделать, если ты видишь большую красную кнопку? Нажать. Нажали. Ничего не произошло. Дальше какие-то штуки. Ну, в общем, разбирать, не переразбирать. Похоже, все мы уже видели с тобой. Зум Магенон. Вот этот чемоданчик даст нам, конечно, возможность потихоньку, помаленьку делать новые проекты. Я надеюсь, тебе будет интересно. Подписывайся. Что-нибудь из этого мы сделаем. На этом на сегодня все. Такой вот, я не знаю, спойлер, не спойлер. Но я надеюсь, что я тебя заинтриговал. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok